Всем привет! Это портал Slaynergy. Меня зовут Артур, мне 24 года и я танцую хип-хоп около 10 лет. У нас в Slaynergy стартовала школа танцев по хип-хопу и сегодня на первом уроке мы рассмотрим три базовых движения, которые сможешь освоить даже начинающий. Первое движение, которое мы рассмотрим, называется тон-бат. И выглядит оно примерно вот так. Итак, первое, с чего мы начнем, это шаг. Мы ставим левую ногу вперед, закрываем сторону, затем открываем. Ноги поднимаем в ногу, на раз, ставим ногу в сторону, закрываем и открываем. Вот, это очень просто. Шаг можно делать в любую сторону, можно делать его в сторону. Закрыл, открыл, назад поставили, закрыл, открыл. Можно все время ходить только с одной ноги. Здесь единственная сложность, да, в том, что в этом движении содержится ритмико некая. То есть, мы ставим ногу. Раз и два. И раз и два. И раз и два. Как будто на и два мы акцентируем, то есть выделяем это движение. Делаем его более сильно. Первый шаг очень раскайфованный. Раз и два. Три и фо. Раз и два. Три и фо. Также бы хотел подметить то, что в хип-хопе очень важен грув. То есть, непосредственно ваше состояние, когда вы танцуете. В простонародье называется пританцовка, да. Даже когда наши мамы танцуют, у них есть некая пританцовка, когда они выгажутся под любую музыку, да. И это очень важно. Использовать это максимально с ощущениями, да, именно протанцовывать эти движения. Для начала я бы посоветовал работать только в одном направлении, для того, чтобы вы разобрались именно в структуре движения. Например, вперед. Сейчас мы разберемся с руками. Хватаем какую-то веревку, перетягиваем ее в одну сторону и в другую. Затем мы перехватываемся за эту же веревку и тянем ее справа налево. Руки в этом движении работают синхронно с ногами. То есть, с первым шагом мы хватаемся за веревку, далее мы закрываем ноги, руки уходят в сторону и открываем. Соответственно, руки уходят также в сторону. То есть, мы делаем все вместе. Раз и два, перехватываемся. Три и фо. Чтобы у нас получилось немного интереснее, я ухожу вниз каждый раз, когда закрываю, открываю ноги, соответственно, и возвращаюсь обратно в исходную, да, и также ухожу вниз. Можно использовать любой объем рук, то есть, делать это более узко, если бы на дискотеке не много людей, которые пихаются, да, делать это так. Следующая форма рук, которую мы будем использовать, очень проста. Мы берем воображаемые барабанные палочки, бьем по барабанам, налево руки, скрещиваем их, затем открываем. Все просто. Точно так же эти руки работают синхронно вместе с шагом. То есть, когда мы делаем шаг, мы бьем первый раз по барабанам, закрываем накрест, и открывая ноги, мы открываем руки. Раз и два, три и фо, пять и шесть, семь и фо. Кисти могут быть закрыты, могут быть открыты. Вы можете посмотреть в зеркало и убедиться в том, как больше вам нравятся закрытые кисти, либо открытые. То есть, можете играться в это время. Раз и два. Открывать их прямо во время движения. Вы можете делать все, что вам захочется. Самое главное, соблюдать именно структуру, для того, чтобы движение осталось движением. Теперь мы выучили два варианта рук. Да, сейчас мы это соединим. Первый раз мы делаем руки, которые перетягивают веревку. Далее мы делаем наши условные барабаны. Раз и два. Еще раз хотел бы подметить то, что любое движение нужно делать с какой-либо пританцовки. То есть, когда играет музыка, выбирайте состояние, которое вам ближе, и используйте данный шаг. То есть, мы накладываем этот шаг на ваш танец, а не наоборот. Следующее движение, которое мы разберем, называется Brooklyn Dance, либо Bicky Bounce. По названию несложно догадаться, откуда оно зародилось. Brooklyn Bounce. Первое, что нам нужно, это разобраться именно с самим словом Bounce. Bounce – это именно кач, да, который, как правило, мягкий. То есть, Bounce – мягкий кач. Итак, на И мы делаем замах, далее два раза мы покачиваем вниз, при этом сгибая руки, и на следующий И-то счет мы также делаем замах и уходим вниз. Итого у нас получается семь, вот, и раз, и два, и три, и фо, и раз, и два, и три, и фо. Я бы обратил здесь внимание на кисть. Каждый раз, когда вы делаете замах, я бы советовал открывать руки. Далее мы закрываем, потому что форма закрытая. И открыли, и закрыли. Далее. Самая важная часть здесь – это ноги. Первое, что нам нужно, это широко расставить их. Далее мы их скрещиваем. Два раза мы работаем вовнутрь и во внешне. Все заново. Широкие ноги, вовнутрь и во внешне. При этом очень важно не забывать про тот кач, который я говорил изначально. Иначе будет очень тяжело делать это. Итак, попробуем все это тихонечко соединить. И раз, и два, и три, и фо. И раз, и два, и три, и фо. Сам кач можно отдельно потренировать следующим образом. Мы просто на «и» поднимаемся наверх, можно даже слегка подпрыгнуть. И два раза качнуть вниз. И раз как мячик, и мячик, и мячик, и мячик, и мячик. Можете делать в любую сторону. К каждому движению можно подобрать очень много вариаций. На перемещение, на смену направлений и так далее. Вы можете варьировать, как вам удобно, при условии, если вы владели базовой формой. Третье движение, которое мы рассмотрим, называется крест-кросс. Делается очень просто. Наверняка даже ваш папа умеет его делать. Правая нога ходит накрест, широкие ноги, левая, широкие. Правая, широкие, левая, широкие. Опять же напомню, что обязательно должна быть пританцовка, о которой мы говорили, изучая предыдущие движения. Здесь мы будем работать сейчас с вами на холл-счет. То есть и раз, и два, и три, и фо. Очень важно, чтобы... Чтобы ноги... Чтобы ноги... Я из Франции. Очень важно, чтобы ноги не были прямыми, потому что это движение будет выглядеть примерно так. Каждый раз, когда мы приземляемся, мы работаем как раз с этим баунсом, который мы рассматривали в прошлом движении. Каждый раз, когда мы приземляемся, мы смягчаем. И... 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 Я бы сначала советовал попробовать сделать это в полный счет. Раз, два, три, фо, и так далее. Далее мы ускоряемся. Раз, и два, и три, и фо, и. На крис-кросс можно уложить любые движения руками, которые вы захотите. Сейчас мы сделаем небольшую вариацию на крис-кросс. Будем работать вовнутрь. Раз, и два, и три. Далее, когда мы открываем ноги, точно так же пружиним для того, чтобы подпрыгнуть чуть-чуть наверх. И в воздухе скрещиваем ноги. Пам-пам. Пам-пам. Когда мы прыгаем, нам нужно обязательно согнуть ноги, для того, чтобы прыгнуть можно выше. Если вы будете прыгать опять с прямыми ногами, у нас ничего не будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы сделаем небольшой сет из этих трех несложных базовых движений. Первое движение, которое мы возьмем, это тон лап. Раз, и два, три, и фо, ба-ра-бан, пам-пам-па. Дальше. Наши ноги стали согнутыми. Мы делаем замах. И делаем бурт-пенденции. Раз, и два, и три, и фо. Дальше крис-кросс. И раз, и два, и три, и фо. Дальше мы спустимся вниз. Левая нога закрывается. Правая закрывается. Левая, правая. И соединяем их вместе. Я бы советовал немного расстегнуться перед тем, как делать последнее движение. Сейчас мы попробуем сделать все вместе с вами подсчет. Поехали. Семь, два, раз, и два, и три, и фо. Пять, и шесть, семь, и фо. И раз, и два, и три, и фо. И пять, и шесть, и семь, и фо. Раз, два, три, и фо. Все, что мы делали, очень важно делать в темп. У каждого трека есть свой темп, который вы прекрасно слышите. И нужно вложить это движение в этот темп. Также используя пританцовку в каждом движении. Итак, сегодня мы с вами выучили три базовых движения танцевального направления хип-хоп. С вами был Панч Фактур. Увидимся на следующем уроке. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok